это приветствие на китайском всем привет сегодня у нас на канале обзор автомобиля как как я не пытался никак не смог выговорить эту фразу ну ладно всем авто привет вы на канале автообзорка и я фазылыч сегодня у нас в обзоре автомобиль gac да попроще многие автоблогеры провели тест проездив на автомобиле дав ему оценку но мы решили приехать в сам салон а он появился не так давно в городе сургут и взять консультацию у продавца консульт а как я уже говорил консультацию никто не давал все просто рассказывали самостоятельно но мы пошли по продажам ее зовут назифа она расскажет все про этот автомобиль я хочу отдать должное этому автопрома потому что он стартанул только в 2016 году эта компания которая производила лишь грузовики но технику коммерческого характера крупную технику так скажем и они перешли на легковушки шестнадцатом году дебют насколько я помню был 16 году в китае компания сама с гуанжо в двадцатом году они выставили первое авто на рынке россии поэтому за четыре года такой прорыв извините автоваз у нас за 40 лет не может сделать подобные шаги тут человек вернее компания за четыре года это не кореец это не японец это китайская компания за четыре года уже выставила достаточно неплохой автомобиль на рынок на зефа ну что поехали меньше слов больше дела на зефа сколько в доме любого продана виды еще триста восемь триста восемь триста восемь авто автомобиле хавал продал 2020 до 680 5 лет гарантии либо 150 тысяч пробег на вращение были по гарантии нет по гарантии не было обращать три ряда сидений тут на всех версиях 3 от сидений нет такого там брата 3 так я могу сказать по кучку нормально видеть чтобы изоляция желает лучшего но что-то хотел за изоляция кстати очень хорошая очень хорошая да если посмотрите под капот как все уши то то есть мы с вами едем и спокойно разговариваем друг друга слышим не приходится повышать голос в отличие от там гранты которые есть впереди сколько вы работаете в компании работа с января января вообще в компании работают и вы работали до этого мобиль вообще на самом деле очень хорошо оснащен да сейчас если мы рассматриваем полный привод это идет предмаксимальная комплектация также двухлитровый 190 лошадиных сил оснащен уже матричными фарами камера на 360 плюс камера слепой зоны комфортные сидения передние системы вентиляции с обогревом комфортный с обогревом электроприводом комфортно даже девушки управлять автомобилем везде обогревает не только в одной части везде он везде обогревается потом некоторых автомобилях есть только вот тут берутся полностью удобно на самом деле кожа кожа натуральная натуральная кожа что на сиденье что на руле еще что удобно есть камера слепой зоны то есть когда мы включаем правый поворотник у нас на экране отображается изображение то есть вот ну-ка там уходим направо давайте идем вот лишь налево уходит нету на левом мы видим нам удобно на правом и налево на мне женской автомобиль на только на правом он абсолютно подходит как и женской половине да тогда я просто про понять и право лево я еду да вот такая хрупкая красивая девушка и мне вообще абсолютно удобно управлять автомобилем я моментально привыкла к габаритам не ощущается что машина большая маневренная парковаться очень удобно за счет тех же камер я была бы довольна имеет такой автомобиль также данный автомобиль оснащен адаптивным круиз контролем он удерживает расстояние между автомобилями осуществляет экстренное торможение удерживает полосе только тут количество камер и доизменные передние камеры задняя камера и на зеркалах с правой стороны учатся две слева слева что удивительно присаживаются с разных автомобилей нет даже чинито немцы я хочу сказать что сейчас угоду того что экономит на сервисе на запчастях с немцев пересаживаться ну то есть если есть выбор на пятилетнюю купить баху либо джейси они покупают жизнь почему потому что экономия на сервисе на запчастях и на прочем следовательно люди как бы стали немножко прижимистить деньгам и экономит с этой точки зрения вообще в автомобиле большие перспективы завоевали вообще нам честно говоря он в таком районе нам неровные дороги не нужно сказать что проверить его движение по бездорожью достаточно просто проехаться в этом районе и ощутить даже не надо да я мне кажется на карте артистской федерации берешь любой город дождь и париться где найти плохую дорогу как проверить протесты все всегда есть все просто по первым ощущениям ездишь достойный на оконах вообще комфортно себя чувствует это за счет губерного ответа но его ужимали то есть в плате да он приглушен немножко дефорсировка двигателя для нашей налоговой системы его сокращали это точно известно за сколько набирает смотрите мы сейчас едем 120 до 5 что ли с 5 GS8 на котором мы сейчас едем и GN8 GN8 и GS5 это они уровнем ниже будут или на уровне выше GS5 классом ниже он идет уже до 1,5 и 137 лошадиных сил то есть передний привод то есть их тоже можно протестировать конечно все автомобили у нас есть на тест драйве а цена у этих автомобилей ниже выше GS5 начинается от миллион семьсот данный GSC у нас начинается от 2.4 заканчивается 2.700 по моему да полный привод дороже будет естественно конечно да если ну в основном у нас как бы рассматривает такой автомобиль именно на полном приводе поэтому акценты даже нету на передний привод начинается 2.518 на полном приводе и максимальная комплектация 2.718 руль как я говорил да толстый только плотненький тут даже есть такие вот утолчения как говорят у нас продавцы в салоне что руль из натуральной кожи реальный лак вставки под дерево шайба стиле ранжевера ну я смотрю люди вот когда я выезжал люди провожали взглядами с другой компанией там соседние арендаторы есть по продаже запчастей провожаю взглядами видать в принципе вызывает она интересно тут у нас опции управления радио телефон обогрев руля я включу проверить заодно настройка зеркал ну-ка переключу так у нас дублирование вот как описываю камера конечно желает лучшего картинка в общем и перестроение на мертвую зону нам отражает все переносит вырыгнулся нормально так спинку подкачал поясница вот сейчас подкачалась удобно все неплохо не могу сказать их была бы картинка конечно тут более такая привлекательная в этой части бы равных не было автомобиля но есть на чем работать руль прогревает полностью наш горячее чувствовал прям прогрелся по максимуму вентилятор сидений да тут есть у нас но архаика конечно заметно в части кнопок сейчас их меньше меньше используется вот она прям панельно шпигована этими различного рода кнопками хотя все можно было переносить уже на сенсор да он подтормаживает вот вот я беда вот только немножко он сразу не среагировал секунду его надо чтобы понять что ты делаешь это канал авто обзорка я фазылыч паркуйте лайки сигнальте в комментариях и соблюдайте правила колокольчика всем авто пока а